В эфире телеканала ТНТ «Онега» программа «Важная тема». Меня зовут Александр Торкель. Здравствуйте. Сегодняшний мой собеседник – уполномоченный по правам человека Республики Карелия Валентин Шмыков. Валентин Александрович, здравствуйте. Здравствуйте, Александр. Не так давно был опубликован доклад о деятельности уполномоченного по правам человека за 2011 год. Но, наверное, не все, к сожалению, жители Республики смогли вживую ознакомиться с этим документом. Доклад опубликован в газете «Карелия» за 15 марта. Но и не все, к сожалению, читают газеты. Да, и на сайте у нас. Но, тем не менее, хотелось бы обсудить этот документ, доклад, что было сделано. Итак, к вам за 2011 год обратилось 609 человек. Вот по-вашему это много или мало? Если бы обратилось тысяча, мы воспринимали правильно. Если бы обратилось даже 300, все равно правильно. Кто обращается, с теми мы и работаем. Кроме того, ведь есть точечная работа. Вот обратился человек, ему надо помочь, потому что это его касается чисто. И есть общие вопросы, которые, допустим, защита прав инвалидов, защита многодетных семей. И вообще, работа уполномоченного по правам человека, кропотливая порой работа, потому что невозможно решить так вопрос. Может быть, те, которые вопросы есть, решить можно быстро. Но требуется, и вы, наверное, читали в докладе, смотрели, что там немало вопросов, которые месяца в месяц переходят. Из года в год порой. Давайте, Валентин Александрович, теперь перейдем к конкретике. Какие основные направления можно выделить из всей той массы обращений, которые к вам поступили? Вы знаете, я бы выделил, и вот это в докладе как раз написано, что у нас 26% нарушение прав на жилище. Значит, 15% социальное обеспечение. 11% на труд. Есть вопросы охраны природных ресурсов, охраны окружающей среды, здравоохранения и другие. И поэтому, если говорить о конкретике, то мы больше в этом году уделяли внимание вопросам защиты прав инвалидов. И с точки зрения, что там много нарушений, есть и обращения к нам, и есть объекты, которые мы должны непосредственно сами посмотреть, посетить и направить свои вопросы, в частности, Министерство здравоохранения и социального развития. Почему? В первые годы работы немало выделял я внимание детским домам. Это объекты тоже. Не потому, что некому заниматься. Иногда просто за ворохом работы, за небольшим бюджетными ассигнованиями упускается ряд моментов. Поэтому я посетил практически все дома престарелых. Дома, психонерологические интернаты, их филиалы. И скажу, что в этом докладе анализ проведен, в целом работы и тех проблем, которые существуют. Давайте их озвучим. В больнице психонерологической в Матросах меня удивило одно. В принципе, все нормально. В принципе. Ну, подход к питанию. Вы знаете, это, наверное, знают и знали, потому что утверждается в Министерстве здравоохранения, бюджет, но вместе с тем как-то вопрос упущен несколько. Ну, вот в частности. Вот привлек внимание вопрос организации питания пациента. В 2011 году 67,4% от потребностей средств выделено было. А в текущем году 42,3% от потребностей. То есть 49 рублей 51 копейка. Это в день на человека на питание? Да, это как койка день. Ну, в день. Койка день, это, наверное, в сутки. Поэтому я с Валентином Васильевичем долго беседовал по этому вопросу. Вроде проблему знают. Ну, как до этой цифры? Мы докатились, я не могу другого слова подобрать. Давайте представим, если с этими деньгами, с 50 рублями сейчас отправиться в магазин, что можно купить? Это, ну, в лучшем случае, бухан хлеба и пакет молока. Я, откровенно говоря, не могу проходить мимо этого. И вот сегодня даже на комитете, на социальном комитете, на законодательное собрание, в том числе, этот вопрос будет подниматься. И, конечно, строго контролировать буду. У меня есть такие возможности. Кстати, Валентин Александрович, интересно узнать, вот вы какими реальными рычагами воздействия на власть обладаете? Ведь, ну, не секрет, да, уполномоченный по правам человека, это некий посредник между обществом и властью. Так вот, какие рычаги у вас есть? Между гражданином и чиновником. Еще добавить могу то, что вы сказали, потому что чиновник тоже может, так сказать, относиться, ну, как бы сказать, формально к проблеме. Вообще, если честно говорить, закон наш позволяет решать вопросы только через правительство и муниципальные органы власти. То есть мы должны добиваться решения этих вопросов и проблем своим авторитетом, должности уполномоченного. Ну, может быть, в какой-то степени, я не себе говорю, и личности, потому что должны верить. Второе. У нас есть еще другие рычаги. У нас есть соглашение с прокуратурой. Ну, я имею в целом миграционной службой, МВД и другими федеральными структурами, которые могут нам помочь в этом вопросе. И, в частности, вот я получил ответ. Мы же тут тоже показываем ответ, который мы получили из Министерства здравоохранения, который, в принципе, меня еще не удовлетворил. Я поэтому и опубликали мы. Что вот по вопросу необходимости обеспечения натуральных норм питания Республиканская психотеретическая больница, больница, министерством принято решение об увеличении финансирования учреждений с текущего года. Ну, поэтому мне нужно будет конкретика это. Какое увеличение и как. Пусть не обижаются, значит, люди, которые отвечают за это, но я буду контролировать. Ну, а так, ответить на вас вопрос. Значит, у нас в законе написано, что мы в соответствии с законами действуем, по закону, если мы требуем чего-то, но и исходя из своей совести, непорядочности и умения добиваться. Хорошо, 600 с лишним человек к вам обратилось, и скольким из них удалось помочь? С какой процент? Полностью помочь, вот, допустим. Вот, он пришел, и мы удовлетворили его просьбу. В том числе и консультации, то процентов 30. В том числе и консультации. Но вообще, если говорить без консультации, то, наверное, процентов 10. Обращаются по многодетной семье, по обеспечению землей. Вот, и вы понимаете, вот, наш закон, тоже наш закон, и мы уже, я с Семеновым Владимиром Николаевичем говорил, когда информировал ему о проделанной работе в 19-м году, земли должны выделяться, земля, для идеально-жилищного, дачного строительства на территории республики, значит, многодетным семьям, бесплатное представление. Ну, несовершенный закон. Во-первых, надо, чтобы они прописаны были в одном месте. Бывают там, видимо, прописаны в разных местах. Во-вторых, если ребенку исполнилось, уже не ребенок, а 18 лет, то тоже не подходит. Закон был 30 ноября 2011 года принят. Вот сейчас он говорит, мы будем снова пересматривать. Поэтому этот вопрос обратилось несколько человек, пока не решен. То есть он будет решен как только. Также есть такой вопрос о выделении земли инвалидам. Вы понимаете, тоже закон до того не до конца довершен, потому что есть два закона. Закон, который, социальный закон, чтобы инвалидам выделяли землю. Выделяли без конкурса, как бы. Но есть закон кодекса земли. Там конкурс. И два противоречия. Вот тоже этот вопрос, ну, десятки людей обращались. И в мэрии, и на местах, значит, муниципальное образование. Некоторые, многие к нам. Мы пишем туда, и по закону так получается. Если два инвалида требуют один участок, у них конкурс тоже билет. Ну, то есть есть совершенно конкретные ситуации, случаи, и есть обращения, которые затрагивают довольно-таки большое количество людей. Завтра, когда будет решен этот вопрос законно, вот принят закон на законодательном собрании, если для многодетных семей, то буквально два десятка человек уже может вопрос решен быть. В том числе и мы участвуем. Я никогда не хочу и не говорю, что вот я это принял решение. Это работа коллективная. Куда мы напишем, добиваемся. Я прокуратура решила, значит, муниципальное образование, руководство, министерство, ведомство. Я говорю, что и мы пахали, и мы участвовали в этой работе. На двоиц пришла телеграмма, здесь я пишу об этом, что вот многие годы взрывы на полигоне Качкома, а там 50 живет семей, дачный участок. Когда-то они построили, полигон был, взрывов не было. Построили участок на земле военных, принадлежащих военным. А сейчас вот уже десяток лет проводят взрывы. Петеряльна Наталья Васильевна много занималась, я узнал. Депутат, прокуратура военная наша, значит, занималась этими вопросами. Я подключился, и мы договорились с Наталья Васильевна съездить, ну и провести прием по личным вопросам. И пришли 9 человек, принесли мне обращение. Ну настолько люди возмущены были, 900 метров стреляют там и так далее, взрываются. Боялись за свою жизнь. И в конечном счете вручили, и я пообещал им написать министру обороны. Я написал, получил ответ. Так коллективно мы силене, при моем участии и Петри Лянина, и, значит, прокуратуры, решился вопрос. Ну, к сожалению, время нашей программы подходит к концу. Многие вопросы остались еще за кадром. Тем не менее, спасибо за разговор. А я напоминаю, сегодня в программе важная тема. Моим собеседником был уполномоченный по правам человека Республики Карелия Валентин Шмыков. Увидимся на телеканале ТНТ «Анега». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова